Субтитры сделал DimaTorzok Это, конечно же, заседание в антимонопольной службе FAS, на котором должны были наказать того чувака, который зарегистрировал торговую марку SCP на себя в России и нападает на всех подряд, особенно отличившись тем, что закрыл официальную группу RU филиала ВКонтакте, а также своими угрозами самым разным людям. Оно состоялось 10 марта, и на него, кстати, пришли ребята из сообщества экстромерный Russian Fandom, который мистер D также пытался закрыть, и которые рассказали о том, что там вообще происходило и говорилось. Так что благодаря этим инициативным людям, стенограмму заседания вы можете прочесть по ссылке в приложении. В смысле, в описании. Мне особенно понравились некоторые вещи, которые говорил юрист мистера D. Например, что мистер D не использовал ничего не произведенного им. То есть, видимо, все тексты объектов SCP, напечатанные в его артбуках, придумал он сам, а не авторы объектов. Еще, конечно, шикарные фразы представителей арт SCP о том, что о популярности SCP до них им ничего не известно. Это тоже прекрасное. В целом, кончилось все тем, что было назначено новое заседание, к которому сторонам предложено предоставить доказательство всему, что они успели наговорить. И что-то мне кажется, что доказать сказанное представителем мистера D будет, ну, крайне сложно. Состоится оно 21 апреля, и сдается мне, на нем будет кое-что интересное. Кстати, вне зависимости от того, накажет ли мистера D за нарушение антимонопольного законодательства или нет, после решения ФАС, опять же, вне зависимости от того, каким оно будет, следующим шагом будет уже обращение в суд по авторскому праву по поводу самого товарного знака SCP. А после этого суда, возможно, будут и другие, уже от конкретных пострадавших. В общем, учитывая, сколько дров мистер D наломал, нас ждет долгое юридическое путешествие. С кучей реальных юридических протоколов и документов, в которых будет упоминаться фонд аномалии содержащий. Да, весь этот скандал затягивается все больше и больше, и скоро станет длиннее, чем SCP-3000. А там длинное видео про змею, знаете ли. Но он, затягиваясь во времени, все еще добавляет самому фандому известности. Да, еще больше. Ведь недавно про SCP заговорил канал The Game Terrorists, который смотрит 12 миллионов человек. Который в красках поведал о похождениях нашего злодея. Подробно разживав своей многомиллионной аудитории, чем именно поступок мистера D так плох, и почему с такими, как он, необходимо бороться. И главное, почему все, что сделал этот человек, полностью противозаконно. В видео есть еще такая важная мысль, что в этом деле решается судьба свободного контента в принципе, потому оно так важно. Решения, которые будут приняты сейчас по поводу всей возни с мистером D, будут иметь последствия далеко за пределами фандома SCP. Что-то такое я, кстати, кажется, уже говорил в одном из своих видео. Так что довольно-таки эпичная фигня у нас тут творится. Кстати, в своем видео автор канала говорит, что мистер D потребовал, чтобы русскоязычный сайт SCP управлялся им, для того, чтобы он мог продавать на нем свой мерч. А еще, в стенограмме заседания ФАС от Экстромерного, также упоминается, что D пытался закрыть сайт SCP через Роскомнадзор. А еще мы знаем, что мистер D сделал поддельный сайт SCP, который использует, чтобы продавать свои артбуки. Да, все именно так, как я и предполагал с самого начала. Вся эта затея с торговым знаком направлена на то, чтобы тупо захватить сообщество. Но по какой-то причине, мистер D не понял, насколько он неправ и в какую серьезную историю влез. И еще одно. Один недавний диалог со сторонником мистера D вконтакте натолкнул меня на одну интересную мысль по этому поводу. Вот как работает сообщество SCP. Человек, желающий писать свои SCP-тексты, регистрируется на сайте SCP. И соблюдая все возможные правила сообщества, создает свое произведение в рамках мультивселенной SCP. Этот человек, размещая свое произведение на сайте, соглашается с тем, что оно будет распространяться по лицензии Creative Commons Share Alike. Одно из условий которого в том, что к этому контенту нельзя применять юридические ограничения. А другое условие в том, что весь производный контент также лицензируется по той же самой лицензии, по тем же самым правилам. Торговая марка мистера D – это юридическое ограничение. А значит, пользуясь ей, мистер D нарушает лицензию, по которой конкретные авторы с сайта SCP разрешают людям использовать их творчество. Но как рассуждает этот сторонник мистера D, я цитирую, «Да, но это же народное творчество. Это типа, волжские казаки песню спели и записали потом. А кто автор песни? А народ автор? Ведь казак Семен Пупкин не ходил и не регистрировал слова и музыку на свое имя. Какая тут лицензия?» Конец цитаты. И проблема тут даже не в том, что ребята, топящие за мистера D, не знают, что авторское право возникает в силу создания произведения и регистрировать его нигде не надо. Автору достаточно просто иметь возможность любым способом доказать, что он автор. Не все разбираются в авторском праве, но они тут говорят, что SCP – это народное творчество, как песни казаков, конкретного автора которых узнать невозможно. Но проблема для них в том, что конкретные авторы каждого текста фонда указаны на соответствующей странице. Так что это примерно как прийти к кому-то домой, начать забирать себе чужие вещи и говорить, что лежат они на видном месте, значит, общие. Конечно, это лишь мнение отдельных сторонников мистера D. Что он сам думает по этому вопросу, мы узнаем в ближайшее время. Ладно, хоть все эти разбирательства – это интересно, но не судами-единами живет сообщество. Другая не менее важная история получила некоторое развитие. Доктор Гирс, написавший, наверное, половину из популярных объектов SCP, у которого, как мы помним, нашли рак почки. И после этой новости сообщество SCP буквально сразу собрало деньги на лечение. На данный момент этот человек прошел через сложную операцию на больном органе. И на сегодня раковой опухоли у него нет. Однако лечение продолжается. На странице, где собирались деньги на помощь, он сейчас подробно описывает все происходящее с ним. Разумеется, на английском. Кто заинтересовался, ссылка в описании тоже есть. Я в медицине как-то не разбираюсь, а сути происходящего вам поведать не могу. Но вы можете прочесть историю борьбы человека с раковыми клетками в своем теле самостоятельно. А мы идем дальше. Недавно полмиллиона человек на ютубе увидело лицо скромника. И теперь этот монстр наверняка носится от города к городу, настигая своих жертв. Происходит так не потому, что SCP-096 взбешен от того, что его используют в стыдных детских видео. И теперь он хочет убить всех, кто это видел. А по более позитивной причине. Да, это случилось. Вышла короткометражка под названием 0.96, которую снял начинающий режиссер Клей Абилл. Само это видео — это экранизация статьи SCP под названием «Отчет об инциденте 0.96-1-а». Так что неожиданных поворотов для нас там нет. Но как перенос текста с сайта в видеоформат выглядит довольно достойно. Хотя, наверное, такой выбор сценария не слишком удачен для продвижения самого автора. Потому что для человека, который не читал оригинальную статью о скромнике и плохо знает, что такое SCP в целом, это видео будет просто набором слабо связанных сцен. Хотя со всеми этими скандалами о SCP, наверное, скоро будут знать вообще все. С другой стороны, для фаната SCP в короткометражке не произойдет ничего нового и интересного. Зато в ней довольно неплохие спецэффекты, и в целом она очень круто снята. Иногда даже создается впечатление, что смотришь дорогой голливудский фильм, а не фанатское произведение. Так что, надеюсь, автор продолжит этим заниматься, и мы еще услышим о его творчестве и увидим его. Может быть, с этой стороны, со стороны фанатского короткого метра, к нам рано или поздно придет тот самый долгожданный сериал по SCP, которого все так ждут. Даже если это будет буквально видеопересказ статьи, это будет очень здорово. Так или иначе, у нас уже есть одноголосый перевод на канале Шизика. Кто не знает английский, может посмотреть на его канале. Снимать короткометражки по вселенной SCP, кажется, становится хорошим тоном. Скоро уже их будет достаточно, чтобы сделать сборник и смотреть как сериал. Да и на самом деле уже прямо сейчас хороших короткометражек наберется на целый сезон. И под конец я хочу рассказать вам о том, что недавно появилось немало отличных артов по SCP. И это произошло благодаря конкурсу, который провел Ру Филиал и художникам, которые приняли в нем участие. Арты, занявшие высокие места, оказались так хороши, что некоторые были даже использованы в качестве иллюстрации к самим объектам Ру Филиала. Особенно вот это изображение страницы из аномальной книги «Грибной государь». Выглядит она как реальная страница из этой мистической книги. Хотя, кто знает, может это все заговор. И автор арта на самом деле действительно владеет этим страшным томом. И сделал скан одной из его страниц. А конкурс провели, чтобы скрыть эту утечку. Так или иначе, вышло очень круто. А главное, такие конкурсы – это очень крутой способ сделать контент по SCP. Ведь выигрывают все. И художники, которые прежде всего прокачивают свою известность. И сообщество, получающее множество красивых артов. Может быть, когда-то это самое сообщество и выпустит свой, настоящий SCP-шный артбук. Ведь контента достаточно. И нужно только сделать макет и обратиться с ним в типографию. Да, это буквально все, что нужно сделать, чтобы появился артбук. Люди часто спрашивают, какая музыка играет в видео. В описании есть ссылка на группу музыканта. Вот такие штуки случились в этом нашем SCP за последнее время. Напишите, что думаете в комментариях. Как вам вообще все происходящее? Всем пока!